В немецкой земле, в Вюртемберге, где весною так чудесно цветут придорожные акации, а осенью яблоневые и грушевые деревья гнутся под изобилием зрелых плодов, есть городок Марбах. Он из числа маленьких, неважных городков, но расположен очень живописно у реки Никара, что стремглав бежит мимо городов, старых рыцарских замков и зеленых виноградников, торопясь слить свои воды с гордым рейном. Стояла поздняя осень, виноградные листья украсились в красноватый цвет, лили дожди, дул холодный ветер, для бедняков наступило не особенно веселое время. Дни стояли серенькие, мрачные, а еще мрачнее было внутри старых городских домишек. Один из этих домишек был обращен к улице не лицевой, а боковой стеной, с низенькими окошечками, неказист, беден был он с виду. Не богаче была и семья, обитавшая в нем, хотя честная, трудолюбивая и богобоязненная. Скоро Господь должен был подарить им еще ребенка. Настал час, мать лежала в муках, вдруг на колокольне ударили в большой колокол, был торжественный час богослужения. 0Глубоко отдался этот звук в сердце матери и наполнил его благоговейной верой. 9Мысли ее устремились к Богу, и в тот же момент Бог послал ей радость, у нее родился сын. 9Церковный колокол, казалось, звонил о радости матери на весь город, на всю страну. 9На мать глядели ясные детские глазки, кудри ребенка отливали золотом. 9Ребенок был встречен при своем вступлении в жизнь, в темный ноябрьский день, колокольным звоном. 1Мать и отец поцеловали сына и занесли в свою Библию, 10 ноября 1759 г. 9Господь даровал нам сына, позднее было приписано, что при крещении он получил имя Иоганна Христофа Фридриха. 9Что же вышло из маленького парнишки, из бедного мальчугана, уроженца городка Морбаха? 9Да тогда-то еще никто не знал, что из него выйдет, не знал даже сам старый колокол, как невысоко он висел и как негромко звонил, 9приветствуя появление того, кто впоследствии сам спел чудеснейшую, песню о колоколе. 5Мальчик подрастал, вырастал в его глазах и весь мир. 9Родители переехали в другой город, но друзья их остались в Морбахе, поэтому мать с сыном приехали туда однажды в гости. 9Мальчику было тогда всего шесть лет, но он уже знал кое-что из Библии, знал псалмы и часто слушал, сидя на своем плетеном креслице, 9как отец читал по вечерам басни Гейлерта и Месси Аддум. 5У мальчугана навертывались на глаза слезы, сестра его, двумя годами старше, тоже плакала, слушая о том, кто принял крестную смерть ради нашего спасения. 5Город, на взгляд вернувшихся сюда в гости, не особенно изменился, да и времени-то с их отъезда прошло не бог весть сколько. 9Дома по-прежнему выставляли на показ свои остроконечные кровли, покривившиеся стены и низенькие окна, только на кладбище прибавились новые 9могилы, а у самой стены, в густой траве, лежал старый колокол. 9Он упал с колокольни, получил трещину и не годился больше к службе, на его месте висел уже новый. 9Мать с сыном прошли на кладбище, остановились перед старым колоколом, и мать стала рассказывать мальчику, как колокол этот в продолжении столетий делал свое 9дело, звонил и к крестинам, и к свадьбе, и к погребению, возвещал и о праздничной радости, и об ужасах пожара, словом, сопровождал звоном все важнейшие 9моменты человеческой жизни. 1И ребенок запомнил рассказ матери, он звучал в детском сердце, пока мальчик не вырос и сам не воспел колокол. 1Мать рассказала так же, как этот колокол утешил, обрадовал ее своим звоном в час скорби и страха, приветствуя рождение ее маленького сынка. 2И мальчик посмотрел на огромный старый колокол с чувством, близким к благоговению, потом наклонился и нежно поцеловал его, даром что он был стар, 9натреснутый валялся брошенный в крапиве. 1Колокол запечатлился в памяти мальчика, росшего в бедности. 1Худой он был, длинный, с рыжими волосами, весь в веснушках, зато у него были чудесные, ясные, глубокие, как море, глаза. 9Как же жилось ему! 1Хорошо, завидно хорошо! 1Он по особой высшей милости был принят в военную школу, в отделение, где воспитывались все дети знатных особ. 9Это была для него такая честь, такое счастье! 1Он носил штиблеты, высокий голстух и напудренный парик. 9И обучали его всему под звуки,:"Марш! 1Стройся! 9Во фронт! 9Как не выйти Проку из такого обучения? 9Старому колоколу, конечно, суждено было попасть в переливку, а что же из него должно было выйти? 9Ну, этого предсказать было невозможно, как нельзя было предсказать и того, что выйдет из колокола, звучавшего в груди юноши. 9Этот колокол был из чистого металла, и звон его должен был разнестись по всему свету. 9И чем громче звучал он в груди юноши, тем теснее становилось тому в школьных стенах, тем оглушительнее раздавались в его ушах и и, 5Марш! 2Стройся! 9Во фронт! 9Он и воспел этот колокол в Кругу товарищей, но песня унеслась далеко за пределы страны. 9Но не за это же давались юноши воспитания и образования, одежды и пищи. 9Он был занумерованным винтиком и должен был, как и все мы, приносить осязаемую пользу в огромном часовом механизме. 9Что ж, если мы и сами-то зачастую не понимаем самих себя, как же требовать, чтобы понимали нас другие, хотя бы лучшие люди в свете? 9Но алмаз образуется именно высоким давлением, недостатков давления здесь не было, только суждено ли было свету узреть со временем алмаз? 9Столица той страны праздновала большое торжество, горели тысячи лампочек, вспыхивали ракеты, весь этот блеск вспоминается еще и поныне благодаря юноше, 9который в это время в слезах и горе пытался незаметно перебраться в чужую страну. 9Он должен был выбрать одно из двух, покинуть свое отечество, мать, всех близких или, захлебнуться в общем течении. 9Старому колоколу было хорошо, он стоял в укромном месте, защищенный церковной стеной. 9Над ним гулял Ветер и мог рассказать ему о том мальчике, чье рождение колокол приветствовало своим звоном. 9Ветер мог рассказать, каким холодом обдавал путника, устало опустившегося на землю в лесу соседней страны, путника, все богатства которого, 9все надежды на будущее заключались в исписанных листах, повествовавших... Фиска. 9Он мог бы рассказать и о единственных ценителях, все ведь художниках, которые улизнули из комнаты во время чтения этого произведения и занялись 9игрой в кегле. 9Он мог бы рассказать о бледном беглеце, жившем неделе, месяце на бедном постоялом дворе, где сам хозяин пил и бушевал, где царило буйное веселье, 9в то время как юноша воспевал идеалы. 9Тяжелые, мрачные дни. 9Но сердце должно выстрадать все, о чем ему суждено петь. 9Мрачные дни, холодные ночи пронеслись и над старым колоколом, но он чего не чувствовал их, 9как чувствует тяжесть своего земного испытания колокол в человеческой груди. 9Как же жилось молодому человеку? 9Как жилось старому колоколу? 9До колокола отправился в далекий путь, куда дальше, чем разносился когда-то с колокольни его звон, а звон колокола, 9звучавшего в груди молодого человека, разнесся еще куда дальше, дальше, чем когда-либо ступала нога юноши, дальше, чем видел его глаз, 9звон этот разносится по всему свету еще и до сих пор. 9Но послушай сперва о церковном колоколе. 9Его увезли из Морбаха, продали, как старую медь, в баварскую землю. 9Как же он туда попал и когда? 9Об этом пусть расскажет он сам, коли может, это не важно. 9Нам довольно знать, что он попал в столицу Баварии. 9Много лет прошло с тех пор, как он упал с колокольни, пора было его перелить, и вот из него решили отлить часть памятника Великому Сыну Немецкого Народа и Страны. 9Послушай же, что вышло! 3Какие чудесные совпадения бывают на белом свете! 9В Дане, на одном из зеленых островов, где шумят буковые леса, где такое множество курганов, жил-был бедный, бедный мальчик, 9он ходил в деревянных башмаках и носил в стареньком платочке обед своему отцу, резчику, работавшему на верфи. 9Этот бедный мальчик сделался гордостью своей Родины, он высыкал из мрамора чудные статуи, дивившие весь мир. 9Ему-то именно и выпало на долю и вылепить из глины прекрасный, величавый образ, который потом отлили из металла, изображение того, 6чье имя Отец занес в свою Библию, Иоганна Христофа Фридриха. 9И металл раскаленной струей полился в форму. 5Из старого колокола, да никто и не вспомнил о его происхождении и умолкнувшем звоне. 0- Вышли голова и грудь статуи, которая теперь красуется в Штутгарте, перед старым замком, на той самой площади, по которой ходил при жизни тот, 9кого изображает статуя. 5Да, по ней ходил терпевший тяжелый гнать нужды и борьбу со светом мальчик из Морбаха, воспитанник военной школы, беглец, великий, 9бессмертный немецкий поэт, воспевший освободителя Швейцарии и боговдохновенную французскую девственницу. 9Стоял чудно-солнечный день, на башнях и крышах домов в Штутгарте развивались флаги, все колоколы торжественно и радостно звонили. 9Только один колокол безмолвствовал, блистая при свете солнца с лица и груди статуи. 2В этот день как раз минуло сто лет с того дня, как Морбахский колокол зазвонил на радость и утешение страждущей матери, рожавшей ребенка. 9Ребенок родился в бедном доме, в бедной обстановке, но стал впоследствии великим обладателем сокровищ, которые благословляет весь мир. 9Кто же он? 9Поэт, воспевший благородные женские сердца, певец всего великого и прекрасного, Иоганн Христов Фридрих Шиллер.